Чистенькие тетрадочки, вот думаешь, писать буду аккуратно, да. Канцелярская сказка. Лист кленовый, жёлтый, влажный, Отправляется в полёт. В магазин пищебумажный устремляется народ. В магазин пищебумажный, самый нужный, самый важный, Шелестящий, словно лес, полный всяческих чудес. Есть там ручка-самописка, карандашик-самогрызка, Есть конструктор, сделай сам, весом двадцать килограмм. Там на паре тонких ножек вдруг пройдёт сама собой Груда розовых обложек, сверху бантик голубой. Там и глобус трябхвата над толпой плывёт куда-то И вращает, как живой великаньей головой. Как неведомые ташки спаркивают промокашки Счётных палочек мешок тащит кто-то сам свершок. Гномы дружную семейкой у прилавка колосят. Двести в клетку, сто в линейку и в горошек пятьдесят. За охапками охапки покидают магазин. Кнопки, скрепки, краски, папки, даже чёрствый пластилин. Весь товар пищебумажный, самый нужный, самый важный. Раскупили до конца, кроме дяди-продавца. Продавец был непродажный, он стоял для образца. Отдышавшись еле-еле, он снимает свой халат. Вот и полки опустили, скоро листья облетят. Давайте что-нибудь морское прочитаем, да, в летнее. Шторм. Что сегодня с морем сталось? Всё оно перемешалось и вскипает, и клопочет. К глубине и наверху, будто кто-то сделать хочет. Великанскую уху, в орёшку мешает, пену белую снимает. Тут подсыпал, там подлил, так и есть, пересолил. Ага, я такая по жизни мама мальчика. Вот у меня тростнилка, первоклассник. Я её написала своему старшему сыну Андрюше, когда он в первый класс пошёл. Ему было семь лет как раз. А теперь уже он вырос и стал большим дяденькой. И родил мне девочку Масяню, Маечку, которая тоже пошла сейчас в первый класс. И в её честь я читаю эту старую дразнилку. Потому что мальчик вырос, а дразнилка осталась. Так бывает иногда. Первоклассник, первоклассник, Нарядился как на праздник. Даже в лужу не зашёл, Погляделся и прошёл. Уши вымыты до глянца, Алый гриб на крышке ранца, Да и сам он как грибок. Из-под кепки смотрит вбок. Все ли видят, все ли знают, Все ли от зависти вздыхают. А вот я сейчас прочту стихотворение, Которого нет в этой книжке И нет вообще ещё ни в одной книжке. Потому что это как раз стихотворение Про то, как Майя, Дочка вот этого первого первоклассника, Сама собирается в первый класс. А звучит оно так. Только Майя не рассказывает, Что я его обнародовала. Там много разных секретов. В меня влюбился Вова, Принёс наклейки снова. А в музыкальной школе В меня влюбился Коля. На танцах был ещё Ашот, Мы танцевали с ним Гавой. Держитесь, Миша, Саша, Васи, Я скоро буду в первом классе. Ну давайте ещё немножко Вот Майкин от стихов почитаем. Они отчастично, Они есть в этой книжке. А какие-то я уже новые успела написать. И их здесь нету. Мы и те, и те немножко почитаем. Вот я хочу прочесть стихотворение. Бабушка в скверик пришла налегке. Если я его найду. А тут, по-моему, должно быть оно. А? Точно, нет? А, ну ладно. Тогда не буду его читать, Потому что я боюсь, что я собьюсь. Хорошо. Я просто прочту другое, Которое есть тоже про бабушку. И не для вас, дорогие мои дети, А в первую очередь оно предназначено Для родителей. Бабушкой быть чрезвычайно легко. Сани впрягайся, давай молоко. Лай и мурлыч, охраняй и паси. И шоколадные яйца неси. Еще немножко из Майкиных стихов, Которых я у нее наборовала. Темы, так сказать, урок хореографии, Я не помню, есть оно здесь или нет. Есть, наверное, урок хореографии. Я выше всех вставала на носки, Я делала бесшумные прыжки, Руками словно ласточка махала, По залу будто бабочка порхала. Учительница мне сказала, Ах, какой воздушный шаг и плавный взмах. Я в раздевалку первая влетела, Я бабушку порадовать хотела И прыгнула к ней прямо на живот, Как маленький счастливый бегемот. Вот, еще тоже из вот этой серии На прогулке. Мы шли по дороге, От скверика к дому, Мы встретили Тиму, Мы встретили Тему, Мы встретили трех воробьев на газоне, Мы встретили пуделя в комбинезоне, Мы встретили булочку прямо из печи. Какие бывают хорошие встречи! А вот это вот такой из недавних таких стихов, Это на меня наехали знакомые дети И их родители, И сказали, что у меня мало современности Как-то в стихах встречается, Разных гаджетов и прочих полезных вещей. Ну и я и написала стихотворение, Которое называется, кажется, Пятерка порисования. У меня пятерка по рисованию. Выйду в скайп, Обрадую дедушку Ваню, Фото выложу маме в инстаграме, Извещу папу по ватсапу, А бабушку Милу просто помылу, Она еще не освоила твиттер, Но вяжет мне очень продвинутый свитер. Ясная погода нынче в интернете, В мамином айфоне, В папином планшете. Ясная погода, Не дождинки значит. Выводите велик, Выносите мячик, Пусть на роликах народ В волю накатается, За окошком правда льет, Но это не считается. По-английски есть листы? Я знаю, как по-английски. Нет? А я, наверное, его наизусть знаю. Да. Вот это вот тоже довольно новое. Я знаю, как по-английски завтрак, обед и ужин. Я знаю, как по-английски будет мы с мамой дружим. Я знаю, как по-английски яблоко и банан. Я знаю, как по-английски скрипка и барабан. Я знаю, как по-английски кубики и картинки. Я знаю, как по-английски курточка и ботинки. И дождик знаю, и ветер. Но рот на замке держу. И вам ни за что на свете этого не скажу. Это Майя учит английский. Это я знаю, что это узнаваемый портрет такой, да? Хорошо. Вот. Ну, можно еще почитать из этой книжки и не из этой книжки. Просто стихов. Я уже сказала, что я по жизни такая мама мальчиков. И только я начала душу отводить сейчас, когда появилась девочка как-то в семье первая. А до этого я как-то сама для себя придумывала какие-то вещи. И вот специально написала, поскольку мне надоело, что у меня как-то в центре стихотворения, как правило, такой шершаренький пацаненок лет 12. И мне захотелось какой-то принцессности. И я написала стихотворение, значит, «Краткое руководство по отращиванию длинных коз». Такой сугубо девчачий. Вот я его сейчас озвучу. Я не помню даже, есть оно в книжке или нет. Эх, мальчишкам не понять, что за наслаждение. Косы длинные носить, чуть ли не с рождения. Косы холить и беречь, пестовать, трудиться, Крупнозубым гребешком, дождевой водицей, Детским мылом промывать или земляничным, То настоем диких трав, то желтком яичным. Ах, как сладко поутру, сидя на постели, Туго-туго их плести или еле-еле, Чтобы эдаким торчком стали над плечами Или плавным ручейком по спине журчали. Как приятно выбирать шелковые ленты И от бабушек чужих слушать комплименты. Нет, мальчишкам не понять, Счастье непростого. Косы длинные растить класса до шестого, А потом пойти занять очередь на стрижку И решительно сказать «Режьте под мальчишку». Ну, тетушку Луну, грех не прочесть, Поскольку в ее честь... Это такая страшилка небольшая на самом деле, В ее честь книжка ведь названа. Я возвращался из гостей, В потемках шел пешком, За мною тетушка Луна По небу шла бочком. Я сел в трамвай, Трамвай бежал по улицам кружа, За нами тетушка Луна Скакала дребезжа. Тогда спустился я в метро, Где ходят поезда, Отстала старая Луна, Ей не попасть туда. Устала и прибыл я домой, Вошел и в кресло, Плюх, в окошке, Полная Луна. Переводила дух. Что ты говоришь, моя радость? Что ты говоришь? Иди ко мне сюда, Скажи, что ты хочешь. А я у него карандаш из руки Когда рисовала. От таких стеклов? Да. Как заслушалась, Что карандаш выронила? Да. Да, ну, что поделать, Придется возместить убыток. Придется, видимо. Ну, что, дальше читаем? Да. Хорошо. Художник, смотрите, художник, Пришел и сидит на пеньке, При нем голенастый треножник И кисточка в правой руке. За ним гаражи и помойки, А прямо огромный закат. Три стройных жирафа на стройке, Как черные тени стоят. Художник, смотрите, художник, Сидит посреди пустыря, Зачем-то сорвал подорожник, Задумался, видно, не зря. И кто-то в квартире двухсотой Соседу в окно помахал. У нас тут такие красоты, Художники ходят, слыхал? Так, ну давайте, вот это самое стихотворение, Которого нигде нет, Потому что оно только что придумано. И как все мои последние стихи, Оно украдено у внучки моей, Тема, так сказать, украдена, конечно. Не собственный текст. Называется «Инструкция для родителей». Следует знать, что мороженое, В нужный момент предложенное, Особенно в шоколадной глазури, Предотвращает грозы и бури. Последний день учения. Вот это уже прошло, к сожалению, да. Последний день учения. За окнами шара. Все дневники с отметками Получены с утра. И новые учебники На следующий год За стопкой стопку пёструю Дежурный раздаёт. Что там, гляди, молекулы! Ой, девочки, скелет! Как будто бы учебников Не видели сто лет. И чуть не плачет Рыбочкин, Лентяй и весельчак. Мне не досталось алгебра, Марья Павловна, как же так? А твёрдые обложечки Так пахнут новизной, Каникулами длинными И свежестью лесной. И можно просто почитать Про средние века. Ведь надо средние века Не задают. Пока! Ну да, к сожалению, К сожалению, уже немножко задают. К сожалению, да. У меня есть цикл стихов такой, Называется «Позабытые игрушки». Там вот всякие такие штуковины, Которые мы выцыганивали у родителей На всяких таких народных гуляниях, Там в честь Первого мая И прочих праздников. Там есть грустные стихи, Есть весёлые. Вот я из этого цикла прочту Одно весёлое, одно грустное. «Раскидай». И теперь эта штуковина Имеет другое название. По-моему, она теперь называется «Йо-йо». «Раскидай, раскидай». Сделан по старинке. «Раскидай, два кидай». Шарик на резинке. Он тяжёленький, тугой, Нитками обмотан. А под розовой фольгой, Под бумажкой что там? «Раскидай, раскидай». Пляшет по бульварам. «Раскидай, два кидай». И почти за даром. Это мне, это мой. Я не потеряю. Принесу его домой. И расковыряю. А вот если расковырять «Йо-йо», Это новомодное. Я не знаю, что там внутри. Может быть, поролон. А вот у нашего старого доброго «Раскидай», Внутри было то же самое, Что в голове у Винни-Пуха взрослый. Не подсказывайте, что именно? Что именно? «Опилки». Ой, вот мальчик Дима. Первый угадал. «Опилки», конечно, «опилки». Приятно иметь дело с начитанными людьми. А вот теперь читаю свое любимое стихотворение «Бумажный зонтик». А потом задам глубокий философский вопрос, На который мне обычно отвечает Какой-нибудь очкастый третий классник. Но здесь такого нет. Может быть, кто-нибудь из родителей поможет. С ответом. «Расписное веретенце, Зонтик из бумаги, Он не защитит от солнца, Не спасет от влаги. Может, он измяться скоро И легко порваться, Но от яркого узора Трудно оторваться. Осторожно, не сминая, Подняли, раскрыли. Он, как бабочка цветная, Расправляет крылья. Он, как парусник над бездной, В поднебесной шире, Однодневной, бесполезной, Самой прочной в мире». Так, вот теперь дети С помощью родителей Отвечайте мне, Почему это бросовая вещь, Выброшенная в помойку В первый же день. Почему она оказалась Самая прочная в мире? Обычно, когда на этот вопрос Отвечают адекватно дети, Это возвращает мне веру в человечество. Потому что... Потому что... Нет, братец, Тебе рано еще. Это философский вопрос. Ну, дети с помощью взрослых И такие уже не совсем дети. Почему эта бесполезная, Бросовая вещь Оказалась самая прочная В мире-то? Так, даю подсказку. Потому что она где-то все-таки Она выброшена, да? А где-то она все-таки осталась. Где-то она все-таки сохранилась, нет? Нет? Ну, погромче. Ну, конечно, в памяти. Конечно, в памяти. В этой нашей волшебной консервной банке, Где у нас прекрасно хранятся все Уехавшие, ушедшие, поломанные, Разорванные, измятые, Увезенные родителями Жить в другие города и страны. И, в общем, без этой волшебной Консервной банки Мы бы не были бы самими собой. В награду за долготерпение Читаю из веселого цикла Про щенка Мартына. Значит, щенок Мартын Это, я не помню уже, Есть там в книжках про него стихи или нет. Ну, неважно. Они есть еще в других книжках тоже. Это реально существующий персонаж. Он уже сейчас, правда, не щенок. Далеко. Он уже довольно солидный пес. Но вот пес вырос, Стихи остались. И в стихах он остался щенком, Как это бывает. Вот читаю вам парочку своих любимых стихотворений Из цикла про щенка Мартына. И это там все жанры у меня представлены. Есть и загадка. А тут, пожалуй, такие люди есть небольшие, Которые могут и загадку потом попробовать отгадать. Есть и даже скороговорка, считалочка. И даже в жанре древнегреческого плача Одно стихотворение есть. Я вам его непременно прочту. Но сначала загадываю загадку Специально вот для этого товарища, Которому года трех нет еще, да? Есть уже три, да? Хорошо. Товарищ, слушай загадку. Тявкает, лижется, Очень быстро движется. Это кто? Это кто? Собачка, правильно, щенок, правильно, Щенок Мартын в данном случае. А теперь читаю считалку щенячью. Ты щенок, и я щенок. Мы друг дружку сбили с ног И катаем, и валяем В грязном снежном меселе. Что ты гавкаешь, хозяин? Видишь, людям весело. А вот это вот в жанре древнегреческого плача Я его больше всего люблю. Называется Вопли щенка Мартына Запертого в комнате За плохое поведение. О, хозяин, Каюсь, каюсь, Сгрызь я твои тапочки. Что ж теперь в любви откажешь Ты такому лапочке? Или глупый, дохлый тапок Для тебя дороже, Чем живой, любимый пес С такой смышленой рожей? На сеттера и фойнтера Немножечко похожий Или вовсе не имеет для тебя значения, Что собака погибает, Не вкусив печенье? Хорошо, я виноват, Уничтожил тапочку, Но ведь я почти не тронул Ни пальто, ни шапочку. Все, прощайте, помираю Без любви и ласки. На могилку положите Докторской колбаски. Я обычно, когда у меня спрашивают, Чем я занимаюсь, Я говорю, что я вот такой Трехголовый дракон. Одна голова занимается Детскими всякими стихами, Там сказками, Детскими делами, короче, Другая голова пишет Совершенно взрослые стихи, И издает их Совершенно взрослых издательствах, Типа издательства «Время», например. Вот. А третья голова занимается переводами. Если хотите, Я вас немножко пущу На свою, так сказать, Переводческую кухню, И немножко вам почитаю Каких-нибудь английских стихов. Ну, естественно, на русском языке. Хотите? Просто для разнообразия. Можно? Конечно. Хорошо. Хорошо. Да, хорошо. Вот. У меня есть несколько Любимых английских авторов, И я из них периодически Что-нибудь читаю. Например, Вот один из этих авторов, Поэт Алан Милн, Он не только поэт, Он еще одну известную Очень книжку написал, Про того самого, У кого в голове опилки. Да. Но мало кто знает, Что сначала-то он написал стихи. Когда этот английский джентльмен, Мистер Милл, Аллан, Александр, Обнаружил, Что у него растет Примерно там Трехлетний пацанчик в доме, Обычно английские джентльмены Начинают своих детей Замечать с этого возраста. Где-то не раньше. То он очень быстро Начал для него и про него, И таскать у него вот эти темы, Как мы таскаем у своих детей и внуков. И очень здорово у него пошли Вот эти стихи. И только потом, Уже из первой книги стихов, Из длинного-предлинного стихотворения Про толстого медведя, Который похудеть мечтал, Выросла целая книжка Про виникуха И стала одной из самых знаменитых книг в мире. А вот это стихотворение называется По-русски «Воспаление хитрости». По-английски оно называется, По-моему, «Sweasles and weasles», Если я не ошибаюсь. А у Кристофа Робина Хрипы и всхлипы. Его уложили в кровать. И в рот заглянули, И дали пилюли, И не разрешили вставать. И все ужаснулись И с хрипом, и с хлипом Не вышли бы свинка и корь. От хрипа и всхлипы Недолго до гриппа, А это опасная хворь. И доктор по хрипам, И доктор по всхлипам, И много других докторов. И сам знаменитый профессор по гриппам, К нему прибежали назов. И вставку постели, Узнать захотели, Как именно все началось. И много ли на ночь Он съел карамели, И как ему ночью спалось. И доктор по хрипам сказал, Что при хрипах больному Нельзя охлаждать. А доктор по всхлипам, Что надо при всхлипах Больному во всем угождать. Но ясно любому, Что если больному Все-все, что попросит, Дадут, Не будет ни хвори, Ни свинки, Ни кори, И хрипы, И всхлипы пройдут. А Кристофер Робин, Проснувшись здоровым, На следующий день поутру Сказал, Похворали, Теперь не пора ли Другую Придумать Игру. Вот понятно, Почему это называется, Да, Хрипы, Почему это называется Воспаление хитрости. Я сама его переименовала И снизу, Зин вызвал, Воспаление хитрости. Вот еще такое же, Мыс Пухом называется. Это уже прямо, Это уже прямо Винни-Пух Уже пришел в стихи. Приходят папины друзья, И все им надо знать. И сколько будет пятьдесят, Деленное на пять? И кто открыл Америку? Когда? И для чего? Как звали лорда Байрона И бабушку его? Мы с Пухом шепчемся в углу, Мы с ним найдем ответ. Пух говорит, Наверное, сто. А может быть и нет. И если это так и есть, Нам дарят шоколад. А если Пух не угадал, То я не виноват. Но я еще, Я многих нескольких, Вот у меня есть Несколько таких фаворитов Английских поэтов, Которые в том числе Писали и для детей. Среди них есть Такой Джеймс Ривз, Которого вообще мало Кто знает на самом деле В России. А это чудесный был поэт. Но он умер уже, К сожалению. Это все поэты Двадцатого века. Но уже вот Во второй половине Двадцатого века Они, к сожалению, От нас ушли. Но Джеймс Ривз Это что-то особенное. Он пятьдесят лет Проработал в школе. В английской школе Для английских мальчиков. И остался жив. При этом он еще писал стихи. Он писал радиопьесы, Которые где-то в шестидесятые годы Были очень популярным жанром В Англии. Он писал рассказы И всякие сказки. И замечательно Совершенно вот создал Галерею портретов В стихах Английских чудаков И чудачек. И вот среди них Есть такой групповой портрет, Который называется «Ворчуны из Унылоу». Я когда это стихотворение читаю, Я потом обычно спрашиваю. То есть я спрашиваю в начале, Потом читаю, А потом мне отвечают. Поскольку перевод занятия Очень трудное, Но веселое и азартное, Перевод стихов особенный. Все равно, что ходить по канаду Вообще с завязанными глазами И приятно улыбаться при этом. Но я вот спрашиваю, Что именно в этом стихотворении Было для перевода Самое трудное, Самое веселое И самое азартное. Значит стихотворение такое Называется «Ворчуны из Унылоу». Деревня Унылоу Скучное место. Крестьяне Унылоу Сложь ворчуны. Всегда-то у них Расползается тесто, Тащает скотина, И дети больны. Любимого нет у них Времени года, Жара не годится, Мороз нехорош, Какая б с утра Не стояла погода. Из дома не выйдут они Без залож. У мистера Хиллоу Снова просуда, У мистера Хворлоу Радикулит, Супругом Недуглас По-прежнему худо, У старого Чахли Все тело поит. Все дуются, Сердятся, Злятся, Боятся, А вдруг приключится Такая беда, А вдруг все напастье Да в раз прекратятся. На что же ворчать они станут Тогда? Ну, кто мне ответит на вопрос, Что было самое веселое, Самое азартное И самое трудное Для перевода В этом стихотворении? Имена. И не только имена, Вообще имена собственные, да? Например, деревня Унылоу, Она какая? Какая деревня? Унылоу Она какая? Унылое, конечно А мистер Хворлоу, Он какой? Хворый, больной, конечно И так далее Супруги Недуглас У них что? Недугли, понятно Но имена вроде бы звучат по-английски, Но они прозрачны для русского уха Не всегда удается добиться Вот такого высшего пилотажа Но здесь удалось Поэтому я с удовольствием Всегда читаю это стихотворение Я вот думаю Не пора ли нам перейти К автограф-сессии? А что вы тогда молчите? Нет, мы еще не начнем Нет, давайте А то народ уже расползти И даже без книжки Да-да-да-да А тут уже прямо очень Девочки, они на трех